привет друзья сегодня мы с вами делаем пирожки с мясом чтобы сделать пирожки с мясом нужно мясо есть разные способы делание пирожков с мясом но я вам сейчас покажу аутентичный способ то есть способ правильный сначала варим мясо но это мне это я не буду вам показывать как я его варил и потом пропускаем его в мясорубку делаем из него фарш не сырой фарш берем а именно вареный видите все что вы не любите какие пирожки с мясом это все делалось из сырого фарша пирожки тем и отличаются от самсы что они делаются по-другому самса это тоже вкусно но пирожки это не самса это совсем другое блюдо поэтому поэтому сначала варим мясо ну как варим когда в супе много мяса то это повод сделать пирожки почему мы с вами делаем сейчас пирожки потому что у меня случайно оказалось много мяса в бульоне ну для меня много скажем так и это был прекрасный повод для того чтобы это сделать не знаю пропустить жирок наверное пропущу он там не повредит вот совпало что у меня тесто более-менее похоже на пирожковая его сделал не таким жидким как обычно а погуще я делаю лепешек тесто жиденькая и оказалось вот вареная говядина когда вытащил его из супа понял что это все-таки будут пирожки суп можно и без мяса поесть ничего страшно вот пирожки эта вещь я прокручиваю это при вас они делаю это таким нибудь животным делаю это при вас чтобы вы увидели что в общем то не так уж много с этим проблем я очищаю мясорубку ну вот и все пропустили пропустили через мясорубку но самое главное у нас с вами впереди самое главное впереди это приготовление начинки не все умеют делать начинку я вас сейчас научу это делать правильно может быть у меня тут не все гламурно но то что это будет вкусно я вам гарантирую фирма гарантирую все я сейчас перемещу немножко камеру для того чтобы мы с вами занялись уже окончательной подготовкой начинки я уже поставил разогревать сковородку и сейчас вместе с вами я порежу за кадром лук и брошу на эту сковородку лук режем меленько но как получится ничего страшного если попадется и пару крупных кусочков лука в принципе ингредиенты те же что и для самцы за исключением приправы приправа приправа в пирожках господи от лука приправа в пирожках никакая не нужна лук соль и мясо русская кухня она вообще как бы старается сохранить натуральный вкус продукта немножко его может быть выделить с помощью где лука где чеснока где способом обжарки сколько чего нужно вот было бы у меня лука побольше я бы побольше лука положила но у меня его столько сколько есть обжариваю я на самый на самый мощный на самом мощном огне но сковородка пока не разогрелась пока она будет разогреваться я помою сковородку и помою мясорубку и вернусь к вам будем с вами вместе обжаривать лук лук жарится скала мясорубка уже помыта немножко его покрутим чтоб он со всех сторон как видите масло и налил немало но можно было бы и побольше наверное сейчас подолью вообще масло лучше лить сразу за один присест чтобы она разогревалась но у нас еще фарш питает чтобы потом кидать в разогретое масло я потихонечку буду добавлять чтобы она успевала прогреться тут сковородка тяжелая поэтому не столь критично добавление сейчас обжарим так чтобы он чуть-чуть стал желтеньким этот лук выращен на моем огороде очень вкусный сырой но и в обжарке ничего ну мало потому что его поели сырым поели сырым зеленым еще поели не знали что будет такой вкусным посадили немного так для эксперимента оказался прелесть не пережариваем лук слишком сильно потому что он еще там полюбас немножко будет жарится вместе с мясом вообще процедура во многом напоминает пирожки с капустой примерно по той же технология готовится только там капуста сырая засыпается круто обжаривается да красиво люди часто жалуются вот ничего в жизни хорошего нету одни какие-то проблемы сами проходят мимо красоты и всяких приятных вещей вот как обжаривается лук например тоже симфония симфония и красота сейчас будем обжаривать сами мясо я прервусь пока разогреется чтобы видео было чуть-чуть покороче а то многие жалуются и вернусь к вам прошло минуты 3-4 пора пошевелить нашу с вами пережарку видите лук продолжает обжариваться а масло оказалось маловато опять чуть-чуть добавим вот эта штука должна шкварчать в масле они вот так вот сохнуть то есть вроде бы и много масла налил оказалось мало но если у вас сковорода не столь тяжелая как у меня у меня такая она не знаю даже только весь можно автонет завешу еще чуть-чуть нужно она сейчас зажарится потом масло начнет вытапливаться но в этой начинке масло не вредит то есть если его будет слишком много это неплохо это неплохо сочнее будут пирожки вот теперь то что нужно вот она эта консистенция так и что мы теперь делаем теперь мы добавляем соль соль сегодня рукой сыплю поленился просеять для соломки понемножечку соль добавляем не сразу сколько сыпать соли соли сыпем чтобы было хорошо посолено можно даже чуть 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 пересолить для того чтобы был контраст между тестом между вкусом теста и вкусом начинки много пересаливать не надо чуть-чуть пересолить как говорится вот уже нормально и в этот момент еще чуть чуть добавили как я вам рассказывал уже при пережарке и приварки когда уходит влага то все что у нас осталось становится более соленой но не в этот раз потому что в этот раз для того чтобы у нас начинка была вообще хорошая нам нужно будет что сделать мы немножко добавим сюда бульона да я пробую на столь давай добавим бульона из того же супа в котором мы варили это мясо если там у нас щиту тоже ничего страшного можно можно вещей добавить естественно без капусты без картошки так половником чуть-чуть разгрести уже вкусно уже вкусно но еще соли и солим всегда вот так по чуть-чуть но в первый раз можно и побольше но у меня мясо было из из посоленого бульона вынуто так я основную видео сбегаю с бульоном и вернуть к вам вот я принес бульончик прошло примерно одна минута тут пришел код в это время вот чуть-чуть чуть-чуть что появились вот эти вот зажарочки принципе много их не надо вот так вот и достаточно мясо пропитали нужно ли сюда перец что-то еще нет не надо пусть пахнет мясом они перцем можно было бы еще и чеснока добавить это было бы совсем ужасно половник у меня конечно страшен на редкость надеюсь вы его не увидите и чуть-чуть сюда бульончик у меня уже бульон превратился в щи поэтому я еще и наливаю не получается без капусты вот так примерно хоть не воду жалить правильно воду это было бы неправильно это делается для того чтобы наша с вами начинка была сочная и вот сейчас буквально чуть-чуть она впитает воду бульон и выключаем когда она остынет она уже не будет жидкая ну чуть-чуть под выкипем потому что чуть-чуть перелил видимо чуть-чуть под выкипить можно а че от теми теканцы кости сумеет вам их обгрызть на, попробуй да, лучше да я замолчал потому что вся мысль у меня сосредоточена на ловле момента когда хватит вытапливать воду и это что такое это не капуста суча нет это лук а и попробовать, попробовать на соль ну хорошо чуть-чуть добавлю соль хорошая чуть-чуть чуть-чуть вот вы же ели беляши там что-нибудь еще и вам все время хотелось подсолить начинку вот чтоб этого не делать не подсаливать начинку подсолите ее сразу на ваш вкус ну вдруг у вас попадутся любители здорового образа жизни тогда в гости придут на ваши пирожки тогда чуть-чуть не досолите чтоб им тоже было вкусно вот на этом все я выключаю выключаю и сдвигаю сковородочку чтоб оно остывало оно должно хорошо остыть а в это время чуть-чуть погодя буду заниматься тестом и я вернусь к вам нельзя сказать что начинка уж очень уж хорошо остыла но начинаем лепить это всегда так уже хочется кушать а что-нибудь еще не готово или не остыло так первым делом лепим шарики тесто у меня холодное вот это будет это даже многовато многовато это будет пирожок сейчас мы вот таких налепим есть много способов можно скатать колбаску из колбаски нарезать аккуратненько цилиндриков можно раскатать пластинку из пластинки нарезать стаканом или там рюмкой хорошей что-нибудь еще а мы будем делать вот так вот потому что это не подразумевает никакого оборудования вообще ну правда вот оно у нас получилось чуть больше чем я хотел это многовато многовато так руки не помазал мукой вот это вот конечно гигантский гигантский поменьше нужно а то будет одно тесто вот этот большеват так ну и чего теперь сколько нам нужно давайте штучек 6 сейчас сделаем потому что у меня очень маленький противень поэтому больше 6 штук не уместится наверно так теперь можно взять скалку или пустую бутылку это все раскатать а можно сделать вообще безо всего сейчас я вам покажу как берем просто вот так вот плющим и получилась вполне приличная такая штука потом берем ложечку видимо маленькую ложечку потому что с большой ложечкой можно переборщить и наши с вами начиночку вот плохо что упало потому что когда на край падает потом он может не защипнуться сколько накладывать начинки это вечный вопрос если вам нужно накормить большую ораву а мяса мало то начинки накладываем меньше если арава небольшая а мяса много то тогда то тогда начинки кладем больше а если вы любите хорошее сочетание между тем и другим то экспериментальным путем вы рано или поздно придете к нужному соотношению тесто у меня не дрожжевое ой в смысле прошу прощения не это как его называют вот это от души вот это очень много начинки проблему будет его закрыть ну закрыл вроде мы но с дыркой с дыркой видите здесь это неправильно высохнет высохнет поэтому вытряхну я это так не сюда вытряхну стоп ну бывает ребята бывает сейчас переложим вот что бывает когда начинаешь жадничать и пытаться впихнуть невпихуемое во что-нибудь так а что делать с этим а это мы тоже возьмем вот так вот закроем и будет тоже пирожок как говорится он прорванный еще до того так что ничего страшного с ним не будет так так хуже не будет начинка кстати вкусная сейчас попробовал вот она остыла стала опять пытаемся сделать то же самое пытаемся сделать впихнуть много начинки но опять может не получиться оп это трудно впихнуть много начинки так так чтобы не прорвалось ничего но впихнулась в данном случае и так делаем его покрасивше вот так там у меня за пределами у меня кадра стоит уже это как его называют противень противень с непригорающей бумажкой так вообще когда тесто не раскатываешь то оно получается пышнее у нас имейте ввиду то есть я руками делаю не от бедности а потому что мне так во первых быстрее а во вторых тесто попышней какое нужно тесто у меня тесто всегда есть потому что я из него пеку хлеб это вот это просто обычное тесто которое у меня идет на хлеб ну оно не совсем обычное как я вам говорил оно в этот раз у меня более густое потому что на когда более густое тесто меньше воды то оно получается более пышным а это для пирожков нужно некоторая пышность все-таки нужна вот но вообще для пирожков для классических у нас начинка только классическая пирожки у нас не классические для классических пирожков тесто тесто должно быть сдобное это значит что в него нужно вмешивать сливочное масло в него нужно вмешивать оп видите на четвертый раз на пятый уже хорошо чпокнул там распределяем начинку еще чтобы он покомпактнее был сейчас я вам покажу что получилось у нас на подносике на противне ну вот оп прилипло бывает что было более пышное можно просто взять и в тесто или купить уже сдобное тесто это ошибка порвалось тесто вот или купить уже сдобное тесто или купить тесто обычно и вмешать в него сливочное масло и яйца или сразу сделать но если вы вмешаете масло и яйца то у вас тесто станет жиже ну тогда можно мучиться добавить это если у вас тесто покупное ну вообще я вам советую с покупного теста начать только не то тесто которое вот заморожено продается а там где продается такое живое тесто в целлофановом пакете просто развешенное вот я тоже так когда начал уже по серьезному выпечкой заниматься тоже сначала тесто покупал пару раз купил потом понял что лучше делать самому и начал делать сам оп опять поймали удалось сейчас залепим вот здесь вот тоненько может прорваться тесто густовато плохо защипывается вот этот пирожок может протечь вот что у нас получилось это вот тот пирожок который как бы пришлось располовинивать кладем всегда так чтобы это чтобы они чтобы пирожки лежали свободно и засовываем в духовку но духовку не включаем оно должно там постоять чтобы пирожки раздулись чтобы тесто подошло немножко я вернусь к вам когда когда это произойдет прошло где-то минут десять ну они чуть-чуть подошли но не сильно но поскольку время поджимает то я ставлю их на выпечку уже и вернусь к вам когда они испекутся выпекаю я всегда 20 минут на температуре 200-220 а еще можно сделать вот такой вот финт ушами сейчас покажу можно взять немножко подсолнечного масла я налил в рюмочку и вот так вот чуть-чуть помазать тогда они будут сверху симпатичнее но у меня всегда получается симпатичное потому что приноровился к духовке вот они и без этого но вам то нужно мне показать еще можно яичком мазать но яичко мажут не сейчас а они подпеклись и перед последними тремя минутами мажут яичком разбитым и тогда они тоже получаются такие с глянцевой корочкой очень красивые но это я уже не буду делать я вернусь к вам когда пирожки испекутся ну вот пока испекались пирожки сейчас я их вынимаю пока испекались пирожки я навел порядок смотрим что получилось вот один вскрылся это бывает увы это бывает остальные что-то пережарил немножко показалось что мало и добавил еще 3 минутки но остальные нормальные оба что-то немножко протекло надо было чуть поменьше печь но у меня есть еще и вторую партию я тоже испеку вот достал мисочку для пирожков нужно было конечно менее глубокую но они они все заняты точнее в посудомойке и вынимаем пирожки оба тверденькие получились немножко лишнего перепек горячо так и сюда сразу же на это место можно выкладывать еще эту жижку можно не убирать нужно даже ее растереть она не повредит а вот у меня еще замес один умудрился все всю начинку умудрился это сюда впихнуть но зато зато сейчас они слипнутся наверное но эти я уже не буду столько жарить уже поменьше зря я добавил точнее я добавить добавил а пока наводил порядок оба дырку проковырял пока наводил порядок вот так наверное нужно чуть-чуть наискосок положить о так точно лучше а этот наоборот если и слипнуться то не полностью мы их вот так покомпактно сделаем ну поскольку они уже полежали то можно сразу испекать не будем тянуть кота за хвостом ну ладно я вам покажу еще вторую партию как она испечется ждите окончания эксперимента только что отщелкнулась печка сейчас посмотрим что получилось на этот раз вот такие вот вот этот вот какой-то белесый но это легко устраняется если вы хотите чтобы было эстетично то и сейчас еще не поздно взять и помазать маслицем и они сразу станут красивые как дуся иманова вот так вот ай горячо ну в лучших домах где занимаются пекарским искусством есть специальные кисточки для мазания вот а мы пальчиком помажем как видите сегодня получились пирожки не очень пышные но зато начинка даже в раскрывшемся пирожке прекрасная и сочная а то что много корочки лично мне так и даже нравится ну вот это худший пирожок из всех потому что дырка но даже он хорош настолько что невозможно оторваться все это благодаря начинке так эти менее поэтому мы их складируем без этого без бумажки оп а эти сюда можно ну вот собственно и вся проблема с пирожками к тесту ко мне претензии предъявить можно конечно хотя я люблю такое а вот с начиночкой получилось не забывайте лайкать видео оставлять комментарии на этом все пока смотрите другие наши видео все пока так пока я